ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Дюков Геннадий Иванович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Литературная обработка Баир Иренчеев Опубликовано 23 июля 2006 года Два полуострова, Средний и Рыбачий На карте страны они кажутся крохотными пятнышками У северо-западной части побережья Когда здесь был фронт, его самый правый фланг Мурманское направление Здесь стояли насмерть части Северного оборонительного района Тяжёлое это было время Кто был на этом участке фронта в первые дни войны Тот помнит первые дни наступления горных егерей Фашистского генерала Дитля Полуостров Средний и Рыбачий Расположены между 69 и 70 градусами северной широты В 350 километрах севернее от Полярного круга На 32-м меридиане восточной долготы Рыбачий вытянут направление северо-запада на восток На 55 километров Ширина его в среднем 20 километров Он соединяется узким перешейком с полуостровом Средний Размеры которого 25 на 30 километров Отдельные сопки достигают высоту 300-350 метров Полуострова омываются незамерзающими водами Баренцева моря С юга Рыбачий Каймлен-Мотовским заливом На западе Варангерфьорд образует губы Большую Волоковую и Малую Волоковую В те годы заливы Масти Вуона и Пуманский Лето там прохладное Наступает оно лишь в середине июня Июль и август самые теплые месяцы Плюс 10-14 градусов Но и самые богатые комарами, мошкой и гнусом В ноябре-январе на полуострове царит полярная ночь Солнце совсем не показывается на горизонте В июне-августе полярный день Солнце не заходит круглые сутки В конце октября приходит зима С морозами, метелями и полярной ночью Зимой наиболее частые ветры На отдельных пространствах, больших озер В узких долинах они могут достигать 30-40 метров в секунду Теплое атлантическое течение Гольфстрим Позволяет ходить кораблям круглый год Однажды такой случай был Дальномерщик Утюгов пошел за ужином Как положено, в кастрюле положили порции И Утюгов стал возвращаться к себе в землянку Но по дороге его застигла такая пурга Что он сбился с дороги и не смог найти землянку Целый вечер мы искали его по батарее Стреляли из автоматов и винтовок Трассирующими пулями И случайно его обнаружили Ужин превратился в ледышки А сам Утюгов был весь в ледяной коре Таким мы его обнаружили Вот такая в Заполярье погода На западном берегу полуострова Средний У самой воды стояли 221-я И 140-я тяжелые морские батареи Матросы этих батарей писали в то время объявлений газету Североморец в виде колючек Немецким кораблям проходить вблизи нашей батареи Воспрещается За последствия не отвечаем В первый день войны меня не было на батарее Я был занят мирным трудом А когда прибыл на 221-ю артиллерийскую батарею То увидел такую картину Вся земля изрыта артиллерийскими снарядами И авиабомбами противника Не было и дюйма земли Чтобы не было осколком от разорвавшихся снарядов и авиабомб Я служил годы войны На этих дальнобойных батареях сигнальщиком Во взводе управления В который входят сигнальщики, дальномерщики, радисты, телефонисты и прожектористы Старшина у нас был Афоник Иван Федорович Который воодушевлял нас на подвиги Служить Заполярье было очень тяжело Надо было переносить все невзгоды климатических условий Болезни, преодолевать силу врага Будучи сигнальщиком для наблюдения за берегом и кораблями противника В качестве наблюдательных постов Мы использовали воронки, появившиеся в результате бомбежек И артобстрелов батареи противникам За время моего нахождения на батареях Пришлось нам, сигнальщикам, семь воронок сменить Ибо враг нас быстро обнаруживал с наблюдательного поста на хребте моста Тунтури И начинал артиллерийский обстрел В один из артиллерийских обстрелов мы только перешли в новую воронку Как в старую годил 210-мм снаряд и сделал ее еще глубже Нас, сигнальщиков, от осколков снарядов и бомб спасала стереотруба В которой мы наблюдали за кораблями, самолетами и берегом противника Она была выше воронок И осколки от разорвавшихся снарядов и авиабомб пролетали над нами, не задевая нас А однажды у нас был сделан наблюдательный пункт на высоте скалы вместе с командным пунктом Гитлеровцы сразу же нас заметили со своего наблюдательного поста и обложили нас кругом снарядами Но прямого попадания не было Один снаряд так близко упал от амбразуры, что меня так взрывной волной шарахнуло об стенку головой Что я долго не мог опомниться Что со мной? Но все обошлось без травмы Командир батареи спрашивал меня, жив ли я Он тоже рядом был, на своем командном посту и видел все происходящее Еще такой случай был Прекратилась связь командного пункта со вторым орудием Мы были сигнальщики на наблюдательном пункте рядом с дальномерщиками И командир отделения дальномерщиков Пивоваров Иван Сергеевич Передал приказание командира батареи Сигнальщику Дюкову и дальномерщику Утюгову Прийти на помощь орудийному расчету второго орудия Как раз в то время гитлеровцы проводили очередной караван судов С военным грузом в порт Петсама Наши артиллеристы вели бой по каравану Нас бомбили и обстреливали немцы с самолетов И артиллерийских орудий с берега На батарее стоял сплошной гул Наши орудия стреляют по каравану кораблей противника Немцы стреляют с противоположного берега из орудий Самолеты бомбят батарею И вот под таким обстрелом и бомбежкой Нам пришлось пробираться ко второму орудию Где ползком, где в перебежку от воронки в воронку И за камни за камень Пробежал я несколько метров Как очередная взрывная волна прижала меня к земле Засыпала щебенкой По лицу и шее потекла кровь Еще несколько метров перебежал Вновь меня засыпала щебенкой Выкарабкался и вновь побежал ко второму орудию Прибежали мы с утюговым ко второму орудию Оно все было объято от пламенем Орудийный расчет Все были на своих местах как живые Только обгорелые Все погибли Я видел много картин о героизме наших воинов Неплохо было бы нашим художникам запечатлеть в своих картинах Орудийный расчет командира орудия Кошелева Это настоящие герои Ни один не ушел со своего боевого поста Однако мы с утюговым подбежали к орудию В то время там никого не было Кроме обгоревших матросов Первыми мы стали тушить пламя песком Чтобы предотвратить взрыв снарядов И так спасли боезапас и орудия В скором времени прибежали матросы с других орудий И сняли обгоревших своих товарищей Как тяжело вспоминать и писать об этом Но что же поделаешь Война есть война Жалко своих боевых друзей Сигнальщик, глаза и уши батареи Он все видит и все слышит У сигнальщика на вооружении Бинокль, стереотруба, телефон А если потребуется, то он может применить автомат или пулемет Которые на каждом наблюдательном пункте имеются У меня был такой случай в боевой жизни Это было зимой 1944 года Я в то время служил на 7-й артиллерийской батарее Стоял тогда на своем КП У нас был пулемет «Максим» и крупнокалиберный пулемет новой системы Немецкий самолет Ю-87 обстрелял казарму, где жили хозяйственники Камбуз, столовую Они стояли у самого берега залива Самолет стал подниматься над лощиной между скал к сопкам возле нашего НП Я вижу немецкого пилота, его рыжие усы А стрелять нам запрещено, чтобы не обнаружить себя А так хотелось нажать на гашетку И сейчас жаль, что не стрелял по самолету Может быть, я убил бы немца А, возможно, поджег бы самолет Пусть бы меня наказали Но задача была прежде всего своевременно обнаруживать самолеты и корабли противника Огневые точки на противоположном берегу Класс кораблей, тип самолетов, их пелен, курс, дистанцию И докладывать на командный пункт Всегда быть в курсе событий на все 360 градусов Чтобы ни один корабль, ни один самолет не прошли или не пролетели незамеченными В любую погоду днем и ночью быть бдительными Вражеская авиация производила массированные налеты на батареи А с берега велся артиллерийский обстрел Временами невозможно было наблюдать От большого количества разрыв бомб и артиллерийских снарядов От частоты их падений над батареей поднимался столб пыли Из-за которого не видны были цели 30 марта 1943 года Отряд моряков-разведчиков под командованием капитана Юневича Высадился на вражеский берег вблизи хребта Мусто-Тантури Когда разведчики попали в окружение, капитан Юневич попросил огонь на себя И снаряды нашей батареи стали рваться среди гитлеровцев Я стоял на наблюдательном посту на 221 батарее И видел стереотрубу, как немцы подбирали своих убитых и раненых Всю неделю после этого летал над сопками самолет И всю неделю гитлеровцы таскали на носилках своих убитых и раненых Материал для публикации любезно предоставлен Е.А. Макаренко Литературная обработка Баир Иренчеев Конец. Читал Олег Лобанов Продолжение следует...